Нет ничего более преданного, чем собака, лучший друг человека. Если вы раньше сомневались в этом, то сегодняшняя история, несомненно, убедит вас. В небольшом городе недалеко от Бриндизи, в Италии, есть небольшая церковь, где ежедневно проводится богослужение. Это само по себе неудивительно, в Италии много небольших городов, где богослужение проходит ежедневно и их посещают многочисленные верующие. Однако то, что редко можно увидеть, это собака, которая приходит на ежедневное богослужение или просто тихо сидит рядом во время службы. Как только дверь церкви открывается после службы, собака исчезает также незаметно. Но именно это происходит в небольшом немецком городе Санданаси. Уже несколько месяцев пастух приходит в церковь каждый день. Его поведение кажется странным, ведь обычно на подобных мероприятиях можно увидеть только. В данной церкви обитает собака, которая иногда приходит сюда одна. По словам священника Доната Панна, она всегда выглядит очень печальной. Остальные прихожане не обращают на нее внимания, когда она заходит внутрь, поскольку она очень тихая и уважительная. Они задаются вопросом, что она там видит. Собака обычно сидит перед алтарем, пристально глядя в одну точку. Некоторые люди, находящиеся рядом, начинают беспокоиться, думая, что она, возможно, видит призраков. Если бы не присутствие Панна, который всегда рядом с ней, они бы беспокоились еще сильнее. Я очень люблю собак и недавно потерял своего собственного щенка. Было очевидно, что эта собака просто грустит. Она казалась невероятно знакомой, но Пан не мог ее узнать. Было ясно, что у пса нет дома. Он был очень грязный и немного истощенный. Возможно, он просто искал безопасное место. Или он действительно нуждался в помощи. Священник не мог избавиться от ощущения, что щенку нужна помощь, которую он, возможно, искал. После проведения мессы перед тем, как отпустить собаку, необходимо было привести ее в порядок. Священник попросил нескольких подростков помочь ему в этом. Когда пес был готов уйти, подростки угостили его лакомствами и искупали. Они немного нервничали, так как не знали, как собака отреагирует на воду. Однако пес позволил подросткам вымыть и высушить его. Казалось, что ему даже нравилось. После купания священник и подростки накормили собаку. Священник был немного озадачен, но теперь он был уверен, что видел этого пса раньше, но не мог вспомнить, где именно. Однако он решил пока отложить эту загадку и позаботиться о собаке. Что касается щенка, необходимо было убедиться в его здоровье. Возможно, он просил о помощи, но подростки не заметили, что ему было больно. Поэтому священник решил забрать милого немецкого пастуха с собой. Они отвезли его к ветеринару, посадили на поводок и, к их удивлению, собака спокойно шла рядом. Казалось, что собаке было все равно, она спокойно шла рядом со священником всю дорогу до ветеринарной клиники. Там врач тщательно осмотрел ее, но не обнаружил никаких отклонений. Они попытались найти информацию о владельце, но, к сожалению, у собаки не было микрочипа. Это был еще один тупик. По крайней мере, они убедились, что о собаке хорошо заботятся. Однако они не смогли установить, почему она приходила на службу или где жила до того, как стала постоянным посетителем церкви. Чувствуя разочарование и некоторую растерянность, священник отправился обратно в церковь вместе с собакой. Когда они проходили мимо магазинов, из одного из них вышел мальчик и начал гладить собаку. Он даже обнял ее и назвал Томми. Удивленный священник спросил мальчика, почему он назвал собаку таким именем. Немного смущенный ребенок объяснил, что назвал ее так, потому что это было его имя. Он знал эту собаку много лет, и у них было такое прозвище – Томми, собакоспасатель одной из пожилых женщин, которая. Наконец, священник вспомнил, где он видел этого пса ранее. Он всегда сопровождал своего хозяина, и теперь было заметно, что животное немного похудело. Когда пес впервые появился в церкви, он был сильно загрязнен, но теперь это было очевидно. Томми, питомец Марии, был добрым псом. Мария любила спасать животных, и в прошлом у нее было несколько собак-помощников. Однако с Томми у нее сложились особые отношения. Она нашла его в поле неподалеку от своего дома, когда он был еще щенком. В то время он был очень болен, и люди просто бросили его. Мария спасла его и ухаживала за ним, пока он не выздоровел. Несмотря на то, что несколько раз она чуть не потеряла его, в итоге он стал счастливым и здоровым псом, который всегда был рядом с ней. В течение нескольких месяцев до смерти Марии, ее любимый питомец, Томми, оставался рядом с ней. Он сопровождал ее даже в церковь, где ожидал ее возвращения, а затем следовал за ней домой. После смерти Марии, ее дом, расположенный за городом, оказался пуст. Трава во дворе и цветочные клумбы, за которыми ухаживала Мария, заросли сорняками. Однако, несмотря на это, Томми продолжал приходить к месту, где жил с Марией. Когда пана прибыл к дому, он обнаружил, что Томми лежит на собачьей подстилке на крыльце. Было очевидно, что это место стало для него домом, несмотря на то, что там больше некому было заботиться о нем. Томми отказался покинуть это место, когда пана попытался забрать его с собой. Каждый день священник возвращался домой, зная, что его будет ждать Томми. Во время проведения мессы он оставлял пса одного, чтобы заняться изучением происходящего. У него уже была гипотеза о происходящем, но требовалось провести некоторые проверки. Вернувшись в церковь, священник убедился, что оставил для Томми еду и воду на случай, если они понадобятся. Затем он отправился к камерам, видеонаблюдение. Просмотрев записи за последние дни, он вернулся на несколько месяцев назад, и обнаружил нечто необычное. Сначала он заметил запись похорон Марии, которую ранее не видел. На записи был Томми, сопровождавший похоронный кортеж. Когда похоронная процессия вошла в церковь, пес медленно последовал за гробом, понимая, что это его последнее прощание с хозяйкой. Он подошел к гробу и лег рядом с ним, оставаясь там на протяжении всей панихиды. Это было то место, куда он будет приходить каждый день. В ходе дальнейшего изучения записи священник установил, что Томми следил за гробом Марии еще при ее жизни. Священник обратил внимание, что Мария регулярно посещала церковные службы. Она просила Томми оставаться снаружи, а сама входила внутрь и занимала свое любимое место. Томми следил за ней через дверь, чтобы убедиться в ее безопасности. Когда она устраивалась поудобнее, он выходил и ложился на улицы. Однако самым примечательным было то, что место, за которым Томми постоянно наблюдал, было тем же, где обычно сидела Мария. Мальчик возвращался к этому месту, где он в последний раз простился со своей подругой. Он наблюдал за этим местом в надежде на ее возвращение. Это было невероятно, но в то же время печально, что он потерял человека, который был для него всем. Однако его глубокая любовь и преданность тронули сердце всех жителей города. Они позаботились о том, чтобы Томми больше никогда не был одинок. Все, от детей до владельцев бизнеса, таких как мясник, приняли участие в его судьбе. У Томми появился приемный брат, который стал настоящей городской легендой. Жители города заботятся о собаке как о члене семьи, кормят ее, когда она рядом, следят за тем, чтобы у нее было теплое место для сна. Каждый из них старается дать ей всю любовь и внимание, которые может. Хотя у Томми, возможно, нет того, кто хотел бы быть с ним, это сообщество обеспечивает ему надежное убежище и защиту, чтобы он больше никогда не чувствовал себя одиноким, как того хотела бы Мария. Как вы считаете, будет ли ваша собака испытывать сильное чувство тоски в ваше отсутствие? Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями и чувствами в комментариях ниже. Благодарим вас за участие в этом видео. Приглашаем вас вернуться, чтобы узнать больше трогательных историй.